Лилия Никифорова привыкла встречать рассвет на работе. Каждое утро она метет улицы около самарских общежитий. Говорит, самой приятно, когда люди на работу идут по чистым тротуарам. Стою я пол четвертого. И где-то район до десяти, до девяти мы убираемся. В это время очень хорошо убираться. Люди не ходят, никому не мешаем. Особенно бывает, если пыль, что-то такое. Бонус к довольно неплохой, как утверждает Лилия, зарплате, благодарность и поддержка жителей. Частенько они и благоустраивать газоны помогают. С маленьким ребенком хлопот немало вздыхает молодая мама Ольга. Хорошо, хоть о чистоте в общежитии заботиться не надо. Каждый день лоск здесь наводят уборщицы. Самарские хостелы на западный манер теперь обслуживают клининговые компании. Уборщицы у нас убирают коридоры, места общего пользования, туалеты, кухни, умывальники, моют окна, стены, двери. Мусор выносят, конечно, за жильцами. Жильцам очень сложно угодить. Ну, в общем-то, все довольны уборкой. Работа у специалиста по клинингу не из простых. Уже через пару часов на убранной территории вновь появляется мусор. Но современные дворники не ворчат, а с улыбкой на лице продолжают бороться за чистоту. На балансе города около сотни общежитий, в которых проживают около 20 тысяч самарцев. Сделать их быт уютным, комфортным, чистым и красивым – непростая, но вполне выполнимая задача, считают в муниципальном предприятии по обслуживанию общежитий. Марина Кравцова, Иван Карпов, ГИС События.